На первый взгляд этих мальчиков и девочек и других учащихся школы можно отличить исключительно по внешнему виду. Обязательной для них является форма. Причем не простой деловой стиль, а специальная, маркированная шевронами белорусской таможни. Однако это только на первый взгляд. Первый в городе таможенный класс объединил 26 инициативных и целеустремленных ребят. Требования к поступающим в такой коллектив довольно сложные. Высокий балладистата, мотивированность, активная внешкольная деятельность. Немаловажным критерием отбора являлось хорошее здоровье. И это оправдано. Математика и иностранные языки в таком классе изучаются на повышенном уровне. А кроме основных уроков, в качестве дополнительных занятий ребята изучают азы восточных единоборств, хореографии, а также второй иностранный. Мы реально понимаем, какая сегодня на коллективе нашей школы ответственность перед теми, кто стоял у истоков, перед родителями, перед учениками. Ту ответственность и тот груз, скажем так, обязанностей, которые мы на себя взяли. Но постараемся, в общем-то, оправдать все это. Желание открыть для себя что-то новое, получить более прочный багаж знаний и, конечно же, мечта надеть военную форму, привела Ольгу Ботову в новый профильный класс. Как признается Оле, здесь собрались мотивированные ребята, которые знают, чего они хотят. Наверное, поэтому с первых дней атмосфера в классе сложилась дружеская. Была какая-то, я бы сказала, гордость, наверное, за себя, за то, что я смогла поступить сюда. Была радость от того, что я почувствовала себя, ну, мы не особенные, но я почувствовала себя особенной. То, что я смогла поступила. С классом общаемся все очень хорошо, а с другими ребятами из параллели тоже хорошо. Сотрудники Брестской таможни как идейные вдохновители появления в средней школе номер один классов профильной направленности с удовольствием приглашают юных коллег на свои мероприятия. Не стало исключением и прошедшее сегодня открытие тематического фонаря на улице Гоголя. Новая скульптурная композиция символизирует безопасность и силу закона на территории нашей страны. Фонарь выполнен в форме ключа, открывающего границы Беларуси для туристов. Город получил новый художественный арт-объект, который удачно дополнил тематическую аллею. Стало хорошей традицией в сентябрьские дни проводить подобного рода праздники. В прошлом году в одном из микрорайонов города Бреста появилась улица Мытная. Сейчас мы вместе с Рудбилтаможсервис завершили проект, согласно которого на этой улице появился новый арт-объект. Что же касается дальнейшего сотрудничества Брестской таможни и средней школы номер один, то оно будет продолжено. Сегодня в учреждении идет обустройство тематического кабинета для восьмого Т. Именно такое наименование имеет профильный класс. Первые шаги на пути построения взрослой карьеры эти ребята уже сделали. Теперь важно не потерять запал и идти также активно по дороге знаний. Классным руководителям у таких деток приятно быть. Они очень активные, они очень целеустремленные, они любят жизнь. И вот я сама такой человек, поэтому мне с ними очень-очень-очень приятно, очень хочется дальше продолжать, стремиться к чему-то лучшему. И мы надеемся, что все осуществится.